Рынок кредитования сдулся, средств на покупку нового автомобиля нет, а свой автомобиль хочется. Что делать в такой ситуации? Мы проанализировали рынок, рынок автовыкупа, и нашли, пожалуй, единственную компанию на рынке, с которой сегодня можно сотрудничать. Можно сотрудничать, кстати, не столько водителем такси, не только водителем такси, но водители такси, в первую очередь, это люди, которым автомобиль приносит заработок, приносит деньги, и если этот автомобиль в конце работы еще остается вам через какое-то время, год-полтора, то это очень здорово. Кто-то, кстати, скажет реклама, ну, я бы сказал, больше рекомендация, потому что если один водитель рекомендует что-то хорошее другому водителю, да, возможно, это реклама, но это своего рода полезная рекомендация. В любом случае, друзья, вывод делать только вам. Приятного просмотра. Сколько по времени покупали автомобили? Два года. Два года. И сколько составляла суточная ставка? Две тысячи тридцать рублей. Это вы в сутки платили? В сутки, да, я платил. Ну, я здесь раньше работал, потом решил, что машину надо подвиг убрать. А сколько на аренде прокатались? Ну, на аренде больше трех лет. И после уже, на четвертый? Да, взял кредит подвигу. А другие фирмы какие-то работали или нет? Вообще, сколько получается в такси? Ну, я в такси с 2008 года. И с 2008 года? Да, да. Я давно уже работаю в такси. А вот по поводу обслуживания автомобиля, вот вы сами обслуживаете? Да, все, что надо делать, мы сами делаем. А начали выкупать новые автомобили? Да, я с салона, я сам под себя заказывал. Ребята купили, привезли мне, сделали лицензию, все сделали. И я начал работать. А сколько сейчас на ней пробегать? Двести тысяч. А, вы его выкупили давно, да, получается? Нет. А это за два года двести тысяч? Да, да. Поломки какие-нибудь были в процессе двух лет? Нет, нет. Повезло. Машина новая, да, не было никаких. Только запчасти, там, ну, свечи меняем, колоски, все, да, да. А так, ну, здесь честно все, никто не обманывает ничего. Ну, это получается чуть дороже аренды, четыреста. Вот машина, вот сейчас пробег. Двести девятьсот цен. Только вы, да, на ней катались? Да, кроме меня никто не ездил на нем. Обслуживал его тоже я. Даже запаску не снимали никогда. Мы в семнадцатом году взяли первую партию новых солястей в новом кузове. И один из наших водителей взял его прямо вот с нуля и ездил на нем три года. И через три года он приехал, мы на него посмотрели и ахнули. Он как новый был. Вот почему мы говорим про подвыкуп? Это важно для многих, потому что многие водители, и мы стараемся тоже давать им новую машину. То есть он берет новую машину, ездит на ней и через год, если сравнить машину из-под выкупа и машину с арендой, ну они как небо и земля. Вот у нас тут некоторые машины через полгода уже в жутком состоянии. А машина, которая под выкупом, мало того, что водитель за ней следит, мы за ней следим. То есть отношения, плюс все вопросы, которые с технической, вот вы спрашивали про техническую сторону. Мало того, что мы, имея свои собственные, мы не делаем наценку на запчасти, например. То есть вот к нужному водителю отремонтировать стойки стабилизатора. Вот по какой цене мы взяли, по такой он и купил у нас. Вот у нас есть свой сервис, где мы обслуживаем машину. Ну вот чтобы вы понимали, я думаю, это многие даст пищу, например. Ну это сейчас уже поменялось, но мы скажем, что было-то в прошлом году. ТО стоило там определенных денег, то, что мы платим. Столько же берется с водителя. Сейчас на фоне работы? Все подорожало. Ну конечно, все подорожало. И запчасти? Все подорожало. Перебойки запчастями? Ну мы, зная заранее, мы закупились основательно и запчастями, и маслом. Но все равно все дорожает. Плюс большая проблема сейчас с немецким автомобилем и с ключами. Ключ сделать уже невозможно. Поэтому у нас вот несколько машин с одним ключом. Вот они стоят на приколь. Потому что если потеряется единственный ключ, машина превратится в железяку. Так что вот приходят к ребятам, у меня там то-то, все-то с машиной случилось. Вот у нас большой свой технический отдел. Вы можете также с руководителем технического отдела поговорить. Они им ищут, у нас на многих компаниях хорошие скидки. Вот по нашей скидке им ищут запчасти. Ради бога. Нет, я говорю, что мы же понимаем, что это тяжелый, серьезный труд такси. Я, не помню уже, лет 17 назад тоже был таксистом. Недолго провел, но был. Я знаю это изнутри, что это такое. Это тяжелый, серьезный труд. Поэтому мы понимаем и всегда стараемся как-то немножко ему облегчить. Потому что машина, в которой он проводит, ну не знаю, пол своей жизни, можно сказать, по 12 часов. Она немного как второй дом. Поэтому у нас вот, вы можете пройти, вы снимали машину, нет? Посмотрите, в каком состоянии. У нас все машины в идеальном состоянии. И мы стараемся за ними следить в том числе. Чтобы водитель как бы мог... Ну и водитель сейчас стал другой. Если раньше было все равно, сейчас водитель уже смотрит, выбирает, как, что. Потому что, ну, естественно, он не только за свою безопасность, за безопасность пассажиров отвечает. А мы понимаем, у нас нет ни одной машины с какой-то там левой резиной. У нас на всех машинах новая резина. У нас нет машин, которые там, знаешь, как под бремушкой ездят. То есть для нас это очень важно. Вы ее уже выкупили? Почти. В сентябре выкупили. Сколько осталось? До сентября осталось. Сколько в месяц? Платеж. Так, платеж... Неделю 28 платим. А в день, в сутки суточный платеж? Ну вот 28 делим на 7. Выходит ассоциумно. В неделю 28. А сколько пробег на ней сейчас? Сколько уже по времени? На данный момент пробег у нее 150. Это сколько лет вы уже на ней... Мы уже год. Ну, чуть, маленький там пробег был. Я не с нуля брал ее. Получается, вы ее практически за полтора года выкупаете? По времени? А до этого в такси работали? Работал. Давно работаю, да. Много фирм уже или нет? Фирм только с ними работаю. Первоначально как бы к ним пришел, у них начал брать. Друг меня тоже как бы у них проберет. Уже одну выкупил Optima. Он там уже сейчас Rio почти выкупает. Как бы с этой фирмой давно уже сотрудничал. Покажете внутри? Так, да. То есть на ней до вас кто-то уже ездил, да, получается? Ну, там, не помню, 30 тысяч, по-моему. Она в аренде, получается, изначально была? Изначально в аренде была, да, а потом под выкуп мы взяли. В основном детские возите или нет? Нет, это в основном Comfort Plus. Ну и Comfort Plus и дополнительный детский тариф есть. Это, соответственно, дополнительные деньги. Сколько, если не секрет, сейчас на Comfort Plus? Вот сейчас у нас получается, ну, апрель, да, май, 22-й год. Сколько на Comfort Plus получается? Вот за сколько часов везете? Так, если полноценный день? Да, ну, полноценный, ну, 12 часов, допустим. Ну, грязный, без Яндекс.Комиссия. Нет, без Комиссии там я не знаю, как бы. Яндекс.Комиссию сразу снимает. Ну, в день в среднем можно 7-8 заработать. 7-8 накоплюсь? Грязный. Ну, это вот... Это, получается, расходы на топливо и расход, то есть, обслуживание автомобиля. И выкуп. И выкуп, соответственно. Понял. То есть, себе что-то там остается. Понял. Ну, себе остается автомобиль, во всяком случае. Сейчас, на нынешний момент, с такими ставками, как они там, автомобили, выкуп, в принципе, наверное, более выгоден, да, считаете? Ну, да. Юридическая защита у нас, естественно, мы используем штатных юристов в компании, и они оказывают юридическую защиту не только самой компании, но и водителям. Причем, неважно, какой водитель, там, в аренде или в выкупе, и случаи разные происходят. Но помимо, так скажем, случаев, которые происходят производственных, ну, связанных, так скажем, с такси, сами знаете, там, и МАДИ, и ГАИ, и полиция, все они, так скажем, наших водителей, ну, грубо говоря, имеют зуб. Да, и есть случаи разные, и правовые, и неправовые. Вот. И каждому водителю мы, естественно, оказываем юридическую поддержку. Причем, особенно, это, естественно, очень важно для водителей, которые выкупают машину. Ну, вот буквально, так скажем, недавно был случай, когда наш водитель столкнулся с машиной скорой помощи, и, так скажем, сделали, так скажем, не совсем порядочно, и наш водитель стал виноватым в ДТП. Вот. А повреждения были, ну, грубо говоря, на 200 тысяч рублей. Ну, вот мы использовали свои, так скажем, связи, юристов штатных, и в итоге суд признал вину машин скорой помощи. Вот мы сейчас уже, так, ждем документы, подадим в страховую, и водитель получит выплату, то есть, ну, вот, 200 тысяч рублей. Вот, для водителя это огромные деньги. Ну, не говоря уже о каких-то таких бытовых вещах, потому что и в полицию наших водителей забирали, ну, не связанных с деятельностью такси. Также оказываем помощь, вмешиваемся. У нас постоянно горячие линии, то есть, вот там, у ребят телефона, круглосуточно работает. Какой-либо ДТП. У нас есть специальный человек, который занимается ДТП в техотделе. То есть, ну, для того, чтобы водителя не развели лишний раз, он ему дает консультацию прямо тут же. Ну, естественно, мы заботимся о наших водителях, потому что, ну, от них зависит и наша работа. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже выкупили или выкупаетесь? Еще 5 месяцев осталось. Сколько платите? Каждый день 3,513. Только вы на этом автомобиле ездите? Да. Или кто-то до вас там ездил? Или он прям новый был? Нет, с пробегом был. У меня до этого я Киарьо брала под выкуп. Я уже документы получила. Это потом вот эту оптимулу взяла. А, Рио вы выкупили? Да, да. А там платеж сколько был? Там было 2888 рублей на год взяла. Уже в январе получила документы. А документы вы получили в Цистану, так что ветром это самое. Получается, вы документы получили. Они были на что? На организацию? Да. И вы без проблем на себя переоформили? Я тот же день пришла, забрала в ТС. И вы, получается, забираете документы, переоформили сразу без проблем? Да, там купли-продажи получаешь. А обслуживание где автомобиля происходило? У них ТО, вот эти все обслуживания. Здесь у них есть автосервис, там обслуживание. Ну, за ваш счет? Ну, если под выкуп, за наш счет, да. Сейчас сколько пробег на автомобиле? Меня уже сегодня 200. Покажете? 200. Сколько у вас получается на КПЛЮСе в среднем? Или возите комфорт, эконом? Сейчас это немножко слабый, поэтому комфорт и комфорт плюс. Сколько за 12 часов накат? Ну, кроме аренды... Нет, нет, то в целом, вот грязью там... Ну, я не вру, 5-6, иногда 7-8. 5-6, 7... Это редко сейчас, не знаю, у меня, тем более ночью работаю, немножко слабый. Ну, 5-6 есть. Заправка там и выкуп. А в такси всего сколько по времени уже работаете? Я уже 7 лет работаю. Не планируете менять там сферу деятельности как-то? Да, планирую. Вот это закрою, потом планирую. Уже усталость есть, да, определенная? Не, у меня внучка родилась. А, по семейным обстоятельствам. Понял, понял. Спасибо большое. Пожалуйста. И вам спасибо. Спасибо. То есть мы взаимосвязаны. Поэтому, и они, вот, ну, вы видели, вот, приехали ребята, которые... Ну, вот последний Олег, он сколько уже? Больше 4-х лет с нами работает. Ну, вот я говорю, что у нас нельзя сказать, что это работа. Многие приходят сюда как в клуб. Ну, вот сейчас вы этого не видите, но нам это приятно, когда человек выкупает машину или просто приходит, там, тортики дарят нам, ну, как-то вот так, ну, от души. То есть, ну, вот у нас такие отношения. Ну, естественно, есть и, так скажем, не совсем адекватные водители, непорядочные водители. То есть, грубо говоря, мы не обманываем никого, но нас обманывают многие. Вот. Поэтому с такими водителями, естественно, мы также, так скажем, ведем определенные... У нас есть служба безопасности, вот. И поэтому все случаи, когда нас пытаются обмануть, мы, так скажем, ну, не то, что спуск не даем, но к этим водителям и отношения соответствующие. А те водители, которые к нам с душой, ну, и мы им отвечаем тем же абсолютно. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы тоже выкупили или выкупаете? Не, выкупили. Может, ты поздравляю. А давно? Выкупил? Да. Ой, наверное, около года уже почти. Сколько был платеж? 2 200 в сутки. А сейчас сколько на ней пробег? Честный. А он скрученный? Нет, нет, серьезно. Ладно, тогда не будем показывать. А пробеги не будем. А то ее еще продавать. Ну, сколько в среднем так вот накат в сутки по километрам? 300 километров. 300 километров. Не больше. Честно. Бывает больше, но я говорю среднюю статистику. Где-то в районе 300. А сумма, кэш? Только Яндекс или нет? Или еще что-то? Только Яндекс. Я представляю коробку. Нет, сейчас только Яндекс. Сколько получается за 12 часов? Я 12 не работал никогда. Ну, так. Всегда поменьше, не знаю. Все зависит от трудоспособности человека. Поэтому. Ну, сейчас хуже стало, если сравнивать с осенью, с прошлым годом? Да. После Нового года хуже стало. Насколько так вот по процентам так просело? Ну, да. Процентов, наверное, ну 30 минимум, наверное. А так в районе 40, наверное. Ну, больше не планируете выкупать? Или... Я пока об этом не задумывался. Понял. Понял. Спасибо. Да, не вопит. Самые распространенные случаи, когда водитель накалывал каким-то образом банк? Ну, может быть, такие? Да, очень много случаев. Ну, не говоря уже о том, что... Ну, самый распространенный случай, я думаю, вы их знаете, человек берет машину, вырезает из нее катализатор, продает запаску. Вот у нас там тоже был на данном случае, аккумулятор продал новый. Ну, по-всякому, то есть, ну, кто как. Ну, то есть, в основном это мелочи, или вот есть что-то крупное? Ну, слава богу, у нас ни одного угона... Ну, то есть, один был угон в нашем подразделении, да, у нас Тойота Камри. Но мы собственной службой безопасности с привлечением полиции эту машину нашли, и она уже сейчас ездит под выкупом опять. Такого, то есть, чтобы там три газона за неделю сдал машину? А, был один случай у нас, был один у нас случай, когда водитель в течение недели два раза поставил на газон. Вот, но я уже говорил, что у нас очень достаточно серьезная юридическая служба, которая, естественно, помогает в первую очередь нам, и ни одного трехсоттысячного штрафа мы не заплатили. То есть, мы все их юридически отсудили, и сейчас в производстве тоже дела находятся. Ну, вот так, чтобы прям злонамеренно, нет, такого, к счастью, не было. Вот, там, есть из последних случаев, ну, мы так считаем, что это, скорее всего, кто-то из недовольных водителей, у нас на стоянке трех машин прокололи колеса. Ну, сейчас дело в полиции, расследуется, так скажем. Вот, а так, ну, я вам скажу так, я думаю, что это все обусловлено нашим отношениям. То есть, ну, мы относимся ко всем, как, в первую очередь, как к человеку, не как к водителю, а как к человеку. Они это чувствуют, они это видят, вот, и, соответственно, так скажем, относятся и к нам. Поэтому, даже те водители, которые, у которых мы забрали машину, а есть и такие, действительно, да, они сами признавали, что да, но я сам виноват. Вот, я вот, как бы, все нарушил. Причем, это происходит не в рамках даже договора, а, ну, мы вот прям, честно вам скажу, до последнего иногда тянем, но вот даем шансы, прям уже вот. И зачастую водители иногда даже, в много случаев таких, что они говорят, ребят, ну, я вижу, что уже все, не справляюсь. Сам приходит и говорит, все, я как бы отдаю машину. Вот, снимали, встретили нашего человека с сообщества. Хороший парк. Эта машина, Комфорт Плюс, вторая машина. Первую машину выкупил. А, первая какая была? Солярис. А, Солярис вы уже получаете? Такой. Сколько по времени его выкупали? Ну, по времени где-то один год, три месяца. Блин, быстро, да? Люди кредит там берут на пять лет, там, под... Сколько платеж был на Солярис? На Солярисе? Две пятьсот был. А здесь? А здесь три пятьсот. Сколько еще по времени осталось? Я пораньше закрыл, потому что у меня деньги появятся. Нет, она уже закрыта или нет? Уже закрыта, вот, видите? Сто шестьдесят четвертый регион. А, уже оформил. Блин, ну, здорово. А изначально... Сто тысячи, да? Первоначально. Это был как-то, то есть, какая-то схема, там, аренды изначально? Или вот просто пришел в парк и взял... На аренде не... Аренды, пять месяцев покатался и все. Сразу выкуп перешил. А, пять месяцев изначально была аренда. Сколько на ней пробег там? Триста. Блин, ну, нехило, да? Девятнадцатого года эта машина. Сколько в сутки накатывается? Ну, пятьсот часов. В сутки? Блин, немало. В Москве? Сколько часов это получается? Ну, двенадцать часов. Ну, как Яндекс закроет. И вот сейчас, при сегодняшних... Ну, при сегодняшних тарифах, Сколько в... Сейчас очень слабо сейчас. Вообще слабо. Поэтому я деньги взял с Киргизии и вот отправил 400 тысяч, и у меня осталось. Остатки закрыл, и вот 10 дней назад выкупал. И какие планы на будущее? Ну, не знаю, надо этот кредит закрыть, там, кредит... А потом, как с такси? Тебе работать, да. Ну, все равно дальше в такси продолжать работать уже, как бы... Я уже три года работаю в Москве. И за три года две машины? Да. Неплохо. Работаем так. Сейчас очень слабо стал. Не знаю, что... За войну, что ли? Вопрос, наверное, который будет важен каждому, кто захочет взять автомобиль под выкуп. Каким образом осуществляется проверка водителя? То есть, допустим, есть ли какой-то запрет? Допустим, он весь в долгах, судебные приставы работают, никого не... Ну, у нас есть своя собственная служба безопасности, которая осуществляет эту проверку. Ну, у них есть определенные критерии. Естественно, каждый случай у нас разбирается индивидуально. У нас нет каких-то таких жестких рамок. Ну, естественно, мы никогда не дадим машину под выкуп человеку, который совершил какие-то мошеннические действия, кражу, еще что-то. То есть, да, есть определенный спектр условий, при которых мы не дадим машину под выкуп. То есть, если он отказник в банках, он может... Да, нет, у нас, кстати, таких водителей очень много, и мы смотрим на это адекватно. То есть, ну, естественно, если у него там не по 20 миллионов долгов, да, и мы понимаем, что у этого человека он как бы в группе риска находится. То есть, он там задолжал, но он и здесь задолжает. Нет, ну, я говорю, мы ко всем подходим индивидуально. Не только как бы в работе, но и вот... У нас есть и чеченцы, и дагестанцы работают. Очень отличные ребята, замечательные все, хорошие отношения. Таджики, узбеки, ну, у нас любые национальности. Вот вы сегодня общались с одним таджиком, с одним узбеком. И Адам, кто он по национальности? Осетин, по-моему, да? Ну, да. То есть, ну, вот как-то так. То есть, у нас мы не по паспорту общаемся, а вот по человеку. То есть, проводятся собеседования, вот ребята очень хорошо с этим справляются. То есть, каждый человек приглашается в офис, уже собеседуется, проводим, так скажем, ну, как бы, так скажем, личную оценку уже человека по факту, а не по паспорту. Вот, ну, естественно, как я уже сказал, что есть определенные группы, так скажем, которые ни под каких условиям у нас машина не получат. Ну, естественно, мы не работаем с людьми из группы риска, так скажем. А так, то, что вы спрашивали, ради бога. Мы понимаем, что могут быть долги, могут быть долги по каким-то там кредитам незначительным, могут быть долги по алиментам, ну, по-всякому. Нет, с каждым индивидуально решаем вопросы. Если у него что-то есть, ну, во-первых, у нас очень серьезная служба безопасности, с большой базой, мы, в принципе, узнаем человека вплоть до его, ну, там, телеграмм, наклайн, ну, то есть смотрит, смотрит все. Вот у нас там буквально, я думаю, он вроде был нормальный парень, приходил, ну, как, ну, год назад, а они посмотрели, а у него там на... Я уже не помню, то ли ВКонтакте, он там с автоматами, с какими-то там, ну, то есть просто как нацик ведет себя, ну, естественно, мы ему отказали, зачем нам такие люди. Первый раз, я первый раз вообще в парк вижу, чтобы народ выкупал машины. Да. А вы сколько уже работаете? Я взял на полтора года, я уже все закрыл, уже месяц. Я еще этот, у них в парке работаю пока, я еще не оформил. Я уже выкупил, закончил, а я сейчас у них в парке работаю. В конце это, страховка. Сколько на ней пробег, на Солярис? Сто сорок. Сто сорок два. Двадцатый год. А это все были чехлы или уже? Не-не-не, я сам все, сам сделал, сам поставил. Да, я когда взял отсюда, и сразу я поставил чехол. Дверь была эта сама, да? Нет, да, нет, не было, я ноль взял, новый. Нет, нет, две. Да, 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 вот эти сорок. Я еще не сделал. И какие планы дальше, на будущее? Работать, оформить. Нет, в плане ездить на машине или там под выкуп еще что-то брать? Нет, я хотел вообще этот Комфорт Плюс К5. Сейчас что-то машина дорого стала, поэтому сейчас пока на нем ездил. Сколько в среднем на экономе получается за сутки? Сутки 5-6. Как на Комфорт Плюсе? Да. Это сколько часов на линии? Например, я утром выйду, 6 часов выйду, до 11 работаю, потом домой. И потом вечером 6 часов выйду, тоже до 11 работаю и домой. Сколько заказов так в среднем? В среднем 20-25. Это в каком-то районе в отдельном районе? Ну, стараетесь держаться? Нет, да, в общем. Ну, вот эти районы, хороший район. Я тоже живу здесь недалеко. Куда-нибудь восток нет, да? Нет. Категорически. Одноклассник здесь брал машину, а я до этого на аренду ездил на Комфорт Плюсе. Я посчитал, больше миллион отдал на баренду. И подумал, и я уже интересовал этот одноклассникам, как там нормально? Ну, там как, серьезно? Ну, я много слышал, что обманывает. Я реально, вот сколько? Да, вот обманывает. И еще два раза у меня и один братишка попал. Он платил сколько? 600 тысяч. И попал в ДТП. И там страховка 200 тысячи. Он хозяин не отдал вот эти 200 тысячи. Это мои деньги. Ты своим деньги сделал, сделай машину. Короче. А это он где брал? Где это было? Не знаю вот эти точно где. Знакомая история, слышал. Вот, в итоге отдал машину, и денег не получил. И я сюда приехал, Алексеем поговорил, вроде нормально. А как раз вот эти машины новые приехали. И я еще документы не готовы был. Я 10 тысяч отдал. И через две недели Андрей позвонил, что машина готова. Я приехал. Время летел. Быстро. Спасибо. Ага. Все. Ну а так, у нас много водителей. Причем и не только один раз они берут машину. Ну вот как многие, там, одну машину взяли, вторую приводят друзей и родственников. То есть, ну, главная реклама – это сарафанное радио. И в том числе, я так скажу, ваш ресурс, он как бы соответствует этому. То есть, люди освещают это, рассказывают друг другу. Вот спасибо вам, что вы тоже будете принимать в этом участие, чтобы люди знали, что есть разные партии и разные отношения. И, естественно, мы не только для себя работаем, но и для, так скажем, водителей. Для того, чтобы он был абсолютно уверен, что он работает, платит деньги. И при выполнении всех условий он 100% получит эту машину в собственности. Период выкупа у нас в договоре заключается от года до двух лет. Это год, полтора, два года. Сумма на автомобиле будет зависеть от периода выкупа. Это как рассрочка идет. Соответственно, чем должай выкупать, тем дешевле платеж в сутки. Какая-то гарантия защиты водителя, что он точно автомобиль забирает в договоре? Гарантия такая, если своевременная оплата идет, то мы своевременнее отдаем автомобиль. Договор исполняется в полном объеме. Бывали случаи какой-то просрочки и что происходит в этом случае? В этом случае сначала уточняю, все индивидуально зависит. Если там человек заболел, уважительная причина, даем некоторое время, конечно, на то, чтобы человек отработал должность и далее продолжал выкупать автомобиль. Сколько на нем пробег? Сколько на нем пробег? 204 Это все вы накатали? Да, я сам. Был на лям. Взяли прям новый автомобиль? Новый автомобиль. За два года. Сколько платеж был? 240 чем-то было. А как это вообще технически происходило? То есть вы как-то автомобиль там выбрали или как? Или он уже был новый получается в фирме? Нет, мы сам выбрали. Где-то в салоне? Мы заказали на такс-парк, нам такой-такой машина нужна. Они нам привезли. Вы пришли как-то, знакомый сказал там или как это все? Ну, через знакомый, да. У меня друг был один машина, он тоже подвиг взял здесь. А уже сейчас у него три машины. Ага. Он нам предлагал вот сюда. Ну, хорошая компания. Не отманывает ничего. Сколько в среднем зарабатываете? Вот общий какой-то накат. Сколько, по сколько часов вообще работаете? Я 12 часов работаю обычно. За 12 часов сколько получается? Ну, где-то, когда как. 4, 5, 6. Ну, стабильно 5 тысяч можно зарабатывать. Осенью больше было? Или как осенью вот сколько? Или не изменился у вас заработок, если сравнивать там осень, или там декабрь, январь? Ну, как я вам объясню. Я сам себе план поставил. Вот, допустим, 6 тысяч зарабатываю и все, домой. У меня такой план. А если меньше у вас получается? Если меньше, ничего не страшно. А, понял. Да. Только Яндекс катаете? Только Яндекс. Нет, только Яндекс зарабатываю. Все, понял, спасибо. Не до что. Уважаемые коллеги, спасибо, что досмотрели репортаж до конца. Парк ТОП ТИМ на нас произвел хорошее впечатление. В любом случае, сотрудничать или нет, решать вам.